Ставшая крылатой фраза «people have it» – образец современного новояза. Русский язык, как живой организм, постоянно пополняется новыми словами. И наоборот, многие из них, когда-то используемые в родной речи, сегодня являются архаизмами, значение которых уже утратило свою актуальность. Это неизбежный процесс взаимодействия языков. Язык развивается по своим собственным внутренним законам. На протяжении короткого времени невозможно судить о том, что язык сохранит, а что он выбросит. Мы же видим, как меняются технические средства, и название технических средств, и всякие предметы нашего быта очень быстро меняются, уходят, и вместе с ним уходят эти слова. Поэтому, что останется в языке через 50-100 лет, мы не можем предположить, мы не знаем. По словам заведующей кафедры русского языка филфака ВГУ Людмилы Кольцовой, сегодня большой вопрос, кто будет повышать профессиональное мастерство и обучать русскому языку в вузах молодежь. Свою боль Людмила Михайловна смогла донести до самого Владимира Путина, будучи членом президентского совета по русскому языку. После ее пламенной речи нескольким министрам пришлось искать новую работу. Сокращается набор на филологические факультеты классических университетов, которые всегда отличались глубиной, фундаментальностью, широтой образования. И филологические факультеты университетов готовили тех учителей, которые были призваны готовить учителей. Дело в том, что на 2018, 2019 и на 2020 год цифра приема в магистратуру Воронежского государственного университета, ведущего университета Центрального Черноземья, 6 бюджетных мест. Лишь после этих откровений на всю страну ситуация с поступлением на филфак ВГУ изменилась кардинальным образом. Вот в этом году у нас на первом курсе 100 человек на трех направлениях. Я считаю, что это издвиг и показатель большего внимания к этой ответственнейшей области, и не только научной, не только учебной, скажем, деятельности. Это социально ответственная сфера. В последнее время в русском языке наблюдается нездоровая тенденция употреблять иностранные слова везде, где только можно. Причем преклонение перед всем западным сегодня становится модным трендом, если выражаться современным языком. Ну, молодежь легче к что-то относится. На вопрос, как вы относитесь вот к этим иноязычным названиям. Она говорит, ну, если видишь название, они говорят, ребят, на иностранном языке, то кажется, что там все лучше, чем в нашем, да, скажем так. И вот это уже тревожный очень сигнал, потому что предпочтение чужого своему называется чужебесием. А вот как к иностранным заимствованиям относятся сами воронежцы. Если есть альтернативное слово, похожее в значении на русском языке, то лучше использовать его. Язык живой организм развивается, но не до такой же степени, как он развивается сейчас. Я считаю, что нужно знать свой язык хорошо и иностранный. Тогда, наверное, проблем не будет никаких. По наблюдению филологов еще один тревожный фактор – упрощение норм языка. Сегодня все чаще наблюдается тенденция, когда поощряется безграмотность и предлагается вариативное ударение, когда можно не задумываться, правильно ты ставишь его или нет. Мы решили проверить, насколько воронежцы – грамотные люди, предложив небольшой опрос. К счастью, большинство из них ответило правильно. Звонят, звонят, как правильно? Звонят. А управление полка, полка? Полка. Так, дождите, звонят, конечно. Вы ошарашили меня просто. Управление полка или полка? Полка. Звонят, звонят? Звонят. Управление полка, полка? Полка. Вот как правильно, звонят или звонят? А? Звонит. Звонят. Звонят. Вот поправьте ее. Без языка невозможно понять, кто ты. Если мы хотим быть Иванами, помнящими свое родство, без русского языка нам не обойтись. Если мы хотим быть действительно достойными той литературы великой, той культуры, то каждый человек должен всю жизнь думать о том, каков его язык. Есть разные метафорические определения языка. Недавно я услышала, тоже очень хорошее определение, что язык – зеркал человека. Мне кажется, что утром, когда человек смотрит в зеркало, умывается и чистит зубы, он точно так же должен задуматься, а что я сегодня и как скажу.